Крупный план Дорожные знаки и так далее Сегодня мы как раз поговорим о деятельности вашей компании Об истории немножко, о существующем положении, о планах, о перспективах Но перед тем, как задать и попросить вас немножко осветить вкратце историю предприятия Все-таки хочу спросить Летом этого года были новости о том, что у нас в областном центре вот-вот должны появиться два новых светофорных объекта Это перекресток улицы Герцена и Октябрьского проспекта И, если не ошибаюсь, Московская, 171, там точный адрес И известно, что конкурс по установке этих светофоров выиграла как раз-таки ваша компания, да? Да Расскажите, когда сроки, что это будут за светофоры? Значит, Октябрьский проспект Герцена давно напрашивался светофорный объект Потому что достаточно тяжело пешеходам перейти Нерегулируемый там пешеходный переход Нерегулируемый, да, Т-образный перекресток Вот, и администрация города, и ГИБДД принято решение по строительству данного светофорного объекта Значит, данный светофорный объект уже находится в строительстве То есть на сегодняшний день уже установлены опоры И я так думаю, что к концу следующей недели уже будет развешано все оборудование Процедура подключения, она немножко затянется, включение Это подсоединение к сетям Вот, процедура согласования Но я думаю, что в первой декаде, октября, светофор начнет работать Что это будет за светофорный объект? Значит, светофорный объект... Я имею в виду светодиодный, то есть как сейчас это принято, да? Новое оборудование, значит, светодиодный светофор, транспортные и пешеходные светофоры с табло обратного отсчета Значит, со звуковым сигналом и, соответственно, с отдельно выделенной пешеходной зоной То есть весь транспорт останавливается и горит только зеленый свет, только для пешеходов Как по четной, так и по нечетной стороне Октябрьского проспекта Да, данный вид регулирования введен буквально в этом году Что позволяет безопасно переходить пешеходам как по диагонали Вот у нас в этом году внедрен Калинина-Попова данный светофорный объект с отдельно выделенной фазой Пешеходы уже привыкли, идут по диагонали смело И в то же время мы разгружаем транспорт с поворотом налево и с поворотом направо То есть пешеходы уже не мешаются, транспорт разрешается спокойно А на Московской 171 там по срокам? На Московской 171 тоже срок у нас сентябрь месяц Сегодня мы приступаем к фундаментным работам И тоже первая декада Там будет пешеходно-вызывное устройство Достаточно назрел тоже этот регулируемый пешеходный переход Но он повлечет ликвидацию двух пешеходных, нерегулируемых пешеходных переходов А там рядышком как раз до перехода И он упорядочит движение пешеходов Достаточно большой участок по ширине проезжая часть Московская широкая Ну я думаю, что будет только польза Ну давайте сейчас немножко об истории предприятия Кировсигнал поговорим Я знаю, что более 30 лет уже вашей компании Давайте пройдемся по этапам Как с чего все начиналось, как развивалось И перейдем уже к современной ситуации Вы расскажете о материально-технической базе Которая сейчас находится в вашем распоряжении О сотрудниках, которые работают Давайте немножко истории Организовано предприятие в 1977 году То есть нам уже 41 год Больше 40 лет? Да По скромности, больше 30 Организовано на базе ГАИ УВД Кировского облсполкома Тогда еще До этого процедурой регулирования занимались сами работники ГАИ А была необходимость именно предприятия Которое бы содержало и обслуживало именно оборудование Когда оно уже стало на самом деле появляться в больших объемах И требовало обслуживания В феврале 1996 года мы поменяли статус Это филиалы Госмеп МВД Российской Федерации Это когда у нас объединили Уже выделили в масштабе страны И создали филиалы Ну а в 2012 году Когда реформа МВД проходила Все предприятия, которые были не аттестованы Они просто, как бы сказать, выделялись в отдельную структуру И с 2012 года наше предприятие имеет статус общества с ограниченной ответственностью О, Киров сигнал Что сейчас с собой представлять? Я имею ввиду там уже материально-техническую базу Работники, сколько у вас трудятся? Развитие идет достаточно, будем говорить, интенсивно На сегодняшний день мы занимаемся проектированием организации дорожного движения Строительно-монтажные работы выполняемые Это строительство светофоров, установка дорожных знаков Строительство объектов наружного освещения Отдел дорожной эксплуатации занимается нанесением дорожной разметки Как краской, термопластиком, холодным пластиком, спрей-пластиком То есть все виды работ и все материалы, которые на сегодняшний день существуют в стране Мы этими материалами работать можем, имея в наличии технику Отдел технического обслуживания и содержания занимается обслуживанием технических средств регулирования дорожного движения Это светофоры, это освещение, наружное освещение Как в областном центре, так и в целом субъекте В целом по региону вы тоже работаете? Да Достаточно, будем говорить, широко От Вятских полян до Зуевки И вот сейчас на сегодняшний день построен новый объект Это в Демьяново, то есть тоже как бы В Демьяново, в Подосиновского района Да Сколько человек у вас трудится? Вот, значит, основной костяк предприятия составляет 70 человек Значит, средний возраст работников предприятия 38 лет Достаточно молодо у вас Да, но есть Аксакалы, которые отработали уже больше 25 лет Вот, которые на самом деле дают дельные советы молодежи и Держат марку, что называется Да, да, предприятия Квалификация сотрудников достаточно высокая Более 80% имеет специальное или высшее образование То есть, выполняя те виды работ, она на самом деле требует знаний Вот, и как части электроники, как части энергетики и, соответственно, строительства Давайте сейчас поговорим о светофорном хозяйстве в областном центре Сколько у нас светофоров насчитывается Как, собственно, идет работа по модернизации светофорных объектов Обслуживания и так далее Потому что, ну, это сказывается все-таки на всех нас, да И на автомобилистах, и на пешеходах И это важнейший вопрос безопасности дорожного движения Сегодня в городе на обслуживании находится 147 светофорных объектов В среднем у нас, получается, где-то по три объекта Мы строим в областном центре То есть, областной центр расширяется По три в год? Да, по три в год, да, в среднем Новых Ну и, соответственно, проводим какую-то модернизацию Как в программе городского бюджета, так и в программе федеральной целевой программы Безопасность дорожного движения Да, 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 да Значит, ну, единственное, что можно сказать по светофорам Что не все на сегодняшний день светофорные объекты То есть, 16 светофорных объектов у нас еще требуют модернизации Это ламповые светофоры, так называемые Где, возможно, перегорание лампочек То есть, ну, вот, приходится заниматься такими вещами Чисто проезжать и менять лампы Но там кардинальное решение проблемы Это замена этих светофоров Да, 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 да Именно замена оборудования Но это все зависит от города Да От бюджета города Да Вот, ну, а в принципе, при работе Вот, будем говорить, уже более 80% То, что у нас на сегодняшний день Светофоров, которые работают, светодиодные Это достаточно качественное оборудование Оборудование российского производства Электроника вся Это наша авиатская Это наши разработки А можно поподробнее, как вообще эта работа проходит Вот стоит задание Надо поставить новый светофор И ваши специалисты Значит, все начинается с проектирования Организации дорожного движения на самом конкретном участке То есть, это расстановка светофоров Расстановка сопутствующих этих регулирований Это знаки, ограждения Ну и сама идет съемка лабораторий Сама интенсивность движения То есть, какой все-таки включить режим В каком направлении его сделать побольше В каком поменьше Как регулировать пешеходов Движение пешеходов Это все делается проектной группой Рассчитывается все подробно Да Вот, ну, потом, значит, составляется Потом делается проект Проект согласовывается со всеми службами С коммунальными службами Со всеми сетями Ну и выставляется на торги Значит, торгуемся Все по-честному Да, все по-честному Торгуемся Кто, собственно, побеждает Тот и занимается этими вопросами Я бы не сказал, что достаточно сложный Будем так говорить Сам по себе Проект Светофорного объекта Это все-таки Не объект капитального строительства Вот Но, тем не менее Подготовка Сама к проектированию Вот это сбор данных Согласование всех Служб Вот это, конечно, занимает Тут должны именно заниматься специалисты Сейчас хочу задать Несколько вопросов Уже как автомобилист Ну, вы тоже автомобилист Безусловно Я думаю, что У всех водителей Эти вопросы есть Ну, во-первых Это отключение Или плановое отключение Да, светофоров От электроэнергии Ну, вот как пример Частенько я вижу Какие-то технические работы Проходят на перекрестке Молодой гвардии Октябрьского проспекта Вот, кстати, там Светофорный объект Какой-то старый Или что? На сегодняшний день Стоит Очень-очень Стоит вопрос По переводу Светофоров На более высокую категорию По электроснабжению Что это значит? То есть Это дублирующая Подача электроэнергии Если Куда у нас Подключен Светофор Это ТП Стоит на обслуживании В горсетях То они нам Подключают его Как бы сказать С другой Подстанцией Да Резервный источник Да Вот Но с другой стороны Единственное Что приходят Телефонограммы В адрес ГИБДД Администрации Эксплуатирующей Организации Ну остается Мы не можем Обслуживать Светофорный объект Без дублирующего питания Соответственно Он стоит В выключенном виде То есть Здесь рекомендация Это пользоваться Знаками Правилом дорожного движения Что в общем-то Не сложно Или работать Да Или работа регулировщика Обычно Обычно Так и происходит Да Знаки у нас имеются Главная дорога Второстепенная дорога И если ориентироваться на это То можно без проблем Перекрестки эти преодолевать Хорошо Еще один вопрос Автомобилистов Что касается Зеленой волны Вот часто очень слышал От коллег Многие считают Что у нас с этим Проблемы существуют Так ли это Или все-таки Вы работаете И ваша работа Направлена на то Чтобы обеспечить Эту самую зеленую волну Ну в общем-то Да Значит на сегодняшний день Нашим отделом Инновационной Модернизации И инновации Разработана Вятская система АСУД Автоматическая система Управления дорожным движением Значит сейчас На сегодняшний день Она установлена В городе Иранске На федеральной дороге Вятка Мы видим Как работает светофор Какие его параметры И можем из Кирова Проводить регулировку Смену режимов Видеть некорректную работу Светофоров И принимать Соответственно Оперативно Входить В регулирование дорожного Это оператор следит Да Он собственно отвечает Сегодня в Кирове Где-то В пределах 80% Светофорных объектов Позволяет Включение в систему АСУД С выводом На пульт К оператору Что планируется Начать внедрять В 2019 году Это Будем так говорить Наша инициатива За собственные средства Мы разработали Эту систему И будем пытаться Естественно Согласие администрации Собственника И согласие ГИБДД Значит Внедрять Эту систему Автоматическую систему Управления дорожного движения Какие преимущества Увидят автомобилисты Это Введение зеленой волны То есть сейчас Регулирование Практически Его под зеленую волну Не отрегулировать А когда мы будем Видеть работу Оператор будет видеть Работу Всех светофорных объектов Как корректную работу Так же и регулировку То есть мы С помощью Наших разработок Системы АСУД Можем регулировать Как системы онлайн Так же делать Прошивки В час пик Вот что На некоторых Светофоров На сегодняшний Уже не есть То есть Из Кирова Мы выезжаем По одному режиму Светофорного объекта Вечером Въезжаем Там уже другой режим Светофорного объекта То есть идет Более пропускная способность По каким-то улицам Вот это собственно говоря Мы готовы делать Мы это делаем Наше оборудование Это позволяет Вот Наше оборудование Так же еще позволяет И введение Системы видеонаблюдения Видеонаблюдение Это за самим перекрестком Знаете Бывает И ДТП Случается И спорные моменты Если нет видеорегистрации Или еще чего-то То установка Нашего оборудования Она позволяет Именно наблюдать Как и за пешеходами Так и за водителями То есть мы можем Его видеть в системе онлайн Можем поставить его на запись Там допустим Тридцатидневную какую-то И это тоже неплохое Будем говорить Ноу-хау То есть это Это отдельное направление Нежели вот Камеры фиксации Нарушений перекрестка Это отдельно Это чисто вот ваши Это да Сигналы Это как на сегодняшний день Значит При правительстве области Организации Занимаешься как Безопасный город Но они ставят где скопление Будем так говорить Массы людей А мы именно Свою Места концентрации ДТП Да Узкопрофильные Вот это вот Если у нашей оборудования Установлено То мы можем Запросто проводить Такие виды работы И в ваших планах Оснастить камерами Все перекрестки Или основные Какие-то перекрестки В наших планах В наших планах Запустить Хотя бы Ну будем так говорить 5-10 светофорных объектов Показать себя Чтобы потом Выйти на администрацию И сказать Что вот Наши разработки Наши именно Вот смотрите Работает Да Эффективность есть Да И уже Внедрить это Будем говорить Не на Не на инициативе А именно Внедрить И содержать Эти вещи Потому что Содержание Это достаточно Тоже Дорогостоящее Будем говорить Что касается Установки На городских улицах Дополнительных секций Так называемых Светофоров От стрелки Я имею ввиду В том числе Эта работа Тоже планируется Еще Она активно Довольно В последнее время Наблюдается Значит Да Принято решение Особенно На Т-образных Перекрестках Именно Введение Стрелок Где На сегодняшний день Разгрузит Потоки И соответственно Введение Стрелок И введение Пешеходной фазы Чтобы водители Не мешали друг другу Да Это идет Эта работа идет Уже Достаточно Активно Вот Сразу приходит На ум перекресток Например Ленина Иворовского Да У филармонии Т-образных Перекресток После того Как собственно Стрелочки Там были установлены Там достаточно Свободы Стало Да Ленина Профсоюзная У нас была Проблемка Проезда Въезда В город Это Со слободской Дамбы Так скажем Да Называемая Перекресток Мы разгрузили Мы увеличили Потоки Вот этим же Режимом То есть Нас держит Конечно Мост отчасти А светофор У нас на сегодняшний день Он не держит Введением стрелки Введением Режима Утро Вечер Какие еще современные технологии Будете внедрять Или В общем и целом Мы Осветили эту деятельность Ну что касается регулирования Да Я сказал Что разработка Уже существует Обкатка идет По городу Яранску Из-за чего взяли Яранск Это во-первых Федеральная трасса И Отдаленность А сколько там светофоров Кстати в Яранске Там же немного Три светофора Три светофора Вот как раз на трассе Да На федеральной трассе Да Вот И взяли из-за чего Просто удаленность Чтобы обкатать Именно на Большом расстоянии Эту систему Чтобы в городе Кири У нас уже Таких-то проблем Не было Еще раз напомним Что в девятнадцатом году Вы планируете Да Внедрять у нас В областном центре Хорошо Давайте сейчас поговорим О работе Киросигнала В части Установки Дорожных знаков Именно вы Непосредственно Участие принимаете В организации В том числе И одностороннего движения Запрет стоянки По четным И нечетным Числам месяца Давайте поподробнее Тоже расскажем О планах в том числе С инициативой Выходит Администрация И ГИБДД Да А вы собственно Уже исполнитель Опять же идет Проектирование Организации Дорожного движения Которые согласовываются То есть Обозначается тема Нам сообщается Соответственно Мы занимаемся Этим проектированием Но на сегодняшний день Работаем по техническим заданиям То есть Когда проект все разработан Но Введение Одностороннего движения Оно скорее всего Происходит Из-за интенсивности Движения И отсутствия В карманах парковки То есть Улица и так Мала И соответственно Чтобы Не уменьшать Интенсивность Вводится Одностороннее Движение И Вводится Чет Нечет Так называемый Знаков 327-328 Остановка Стоянка Запрещена Для И как и для уборки Этой Территории Проезжей части И так же Увеличение Интенсивности По крайней мере Чтобы интенсивность Пропускная способность Она не уменьшалась Сейчас можем Поделиться Со слушателями Планами Где у нас В ближайшее время В городе Будут организованы Еще дополнительно Ностороннее движение Или тут Вопросы администрации Надо задавать Наверное Да Скорее всего Так Потому что Я Я понимаю Прекрасно Вы Вы Исполнитель Собственно Когда уже Все Вопросы Все организационные Пройдены Вы уже Едете На сегодняшний день На сегодняшний день Пока задач Таких не поставлю Пока не стоит Хорошо Так Дорожная разметка Про термопластик Вы сказали Тоже очень интересная тема Но Все прекрасно знаем Что термопластик Он Более долговечен Нежели Да Обычная Краска Белого цвета Которая Наносится разметка Я как-то читал Статью Какую-то Техническую срок Службы термопластика По-моему Полгода Шесть месяцев Год Год даже Ну это видимо Гарантийный Гарантийный Давненько я видимо читал Так Значит Недавно введены нормы новые По Значит По красочным материалам Это три месяца Гарантийный срок Не менее Не менее Трех месяцев А по пластику Техника 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 срезает Да Он не стирается Сам по себе А он просто колется Выпадывает вместе С асфальтом А откуда вообще Вот эта фишка Только по-простому спросить Вот термопластик Разметка Это из-за рубежа К нам пришло Чья это разработка Это достаточно давно Ну да За рубеж уже Термопластиком Практически не работает Он работает Холодным пластиком Или спрейпластиком Значит Термопластик У нас В Кирове Он наверное Года три всего На сегодняшний день Существует Но Учесть Что он Четыре раза дороже Чем краска То есть Можно четыре раза Нанести краской Либо Один раз Нанести пластик Ну смотрите Не менее трех месяцев То есть Не менее квартала В году Четыре квартала То есть По цене Получается Примерно одинаково Примерно одинаково Срок службы Да Ну видите Еще ведь Ситуация зимнего Содержания Много сказывается Конечно Не всегда мы видим Свою разметку Даже пластик И зимой То есть Она уходит И где-то под накат То есть Ну тут двоякое Будем говорить Решение То есть Или пластиком Работать Или работать Дважды Трижды Отработать Краской Ну В СМИ Обычно Говорится о том Что у нас основные Какие-то Объекты дорожной Инфраструктуры Как раз таки Идут под термопластик То есть Большие перекрестки Загруженные Да Места Возле детских школ Детсадов И так далее Да Они в первую очередь Распотребуются На 19-й год Именно на это Ставится упор Именно Вблизи школ Не на перекрестках А именно на конкретных Пешеходных переходах На вызовных устройствах Чтобы они конечно И постояли И лето простояли И зиму простояли Что касается На больших улицах Но Как бы Вопрос особо Не ставится Был опыт Когда у нас Питерская компания Выиграла И Как бы сказать Так и не смогла До конца Осилить Нанесение термопластика Значит Ну тем не менее Он где-то В каких-то местах Он и простоял Конечно Но эффекта Не было Так Еще один вопрос Тоже Который можно часто Слышать от Автомобилистов Разметка Наносится Сплошная разметка Наносится там Где раньше Ее не было Вот жалуются люди Невозможно сейчас Во двор повернуть Или невозможно Из двора с левым Поворотом выехать Ну я понимаю Прекрасно Что вы Не по своей инициативе Там наносите Сплошную разметку Да Это требования В том числе ГИБДД Но все-таки На сегодняшний день Речь скорее всего Идет о разметке 1.3 Это двойная сплошная Двойная сплошная У нас и даже были По-моему случаи Когда люди самовольно Закрашивали Да И есть такое Как вы с этим Потом поступаете Ну Выходим Обратно Да Уже Как бы сказать Приводим соответствие То есть Разметка 1.3 Наносится на Четырехполосном движении Поворот Единственное что Мы разрешаем Поворот во двор Но выезд со двора Мы уже закрываем То есть Разметка получается У нас одна сплошная А одна Пунктирная Это разметка 1.11 С той стороны Где пунктирная Повернуть можно В двор А со двора Уже только Через регулируем Перекресток Или еще Каким-то образом Но это дает Большой эффект И достаточно Меньше стало И ДТП Я-то прекрасно Понимаю Учитывая Все растущую Загруженность дорог Это как раз Таки нужно делать Часто видишь Людей Таких Нагло Лезущих С левым Поворотом Из двора Ну как-то пропускают Но никто ведь Не обязан их пропускать Причем они нарушают Да ПДД В этом случае Еще интересного момента Вашей деятельности Хочу коснуться Это сотрудничество С частными компаниями В предварительной беседе Вы рассказывали Что наши крупнейшие Например магазины Они тоже обращаются К вам за услугами По организации Движения На Ну например На парковочных пространствах Вот об этом Расскажите пожалуйста Да действительно Достаточно тесно Работаем с частными Инвесторами Которые И заказывают И светофоры И установку знаков И регулируемых Пешеходных переходов У своих Торговых центров Значит Тесно работаем С такими организациями Как Глобус Метро Магнит Макси Сейчас мы можем Напрямую сказать Вот те площадки Парковочные Которые есть Это все работа Кировсигнала Разметка Знаки Это все ваши И делаем Мы делаем Во первых Выезжаем Делаем проект Организации движения Для удобства Движения Потому что достаточно Большие парковки На сегодняшний день Значит Ну и соответственно Нанесение дорожной разметки Рассматриваем Даже К нам Обращаются предприятия Чтобы организовать Внутри предприятия На своей территории На своей территории Организовать пешеходные переходы Организовать установку знаков Чтобы именно Упорядочить движение Для транспорта Которые входят Даже внутри предприятия Ну тут работа Точно так же Видимо строится Сначала ваши специалисты Выезжают Безусловно Оценивают Составляют проект Все это согласуется И уже если устраивает Все стороны Уже собственно реализация Да безусловно Заказчикам всегда идет Согласование Всех проектов Ну а потом Дальше уже идет Внедрение Еще одна очень важная тема Есть у нас еще Несколько минут Важная тема Которой нельзя не коснуться Как известно Недавно в законодательстве Произошли изменения И я имею ввиду Правила регистрации Транспортных средств И вот-вот уже ГИБДД Перестанет выдавать Готовые регистрационные Знаки транспортных средств ГИБДД будет только Присваивать Номер конкретный Сочетание букв и цифр За готовыми номерами Придется идти В специализированную организацию К числу которых Относится и Кировсигнал И изготовка Ну в настоящее время Дубликатов Да пока еще Номеров И вновь А уже изготавливать Нет Ну я имею ввиду Да То есть мы изготавливаем И ремонтируем Регистрационные Номерные знаки Ну правильно Вы сказали На сегодняшний день Выдача дубликатов Да А в дальнейшем Уже когда будет Присвоение Или через Специализированную организацию Которая производит Автомобили Насколько я понимаю Что им сейчас тоже Будет дано такое право Для регистрации Не только ГИБДД Соответственно Значит ждем И на сегодняшний день Ждем Значит Не ремонтировать Своими силами Регистрационные знаки Подкрашивать или что-то еще Да Так как они имеют Свои свойства Светоотражения И если их подкрасить То они теряют Светоозвращение Что собственно говоря Тоже наказуемо Нечитаемые дорожные знаки Претензии потом Автоинспекторов Возникнут Да Значит Оборудование у нас Современное Достаточно Единственное Что вот Вчерашняя информация Конечно Она опять Это изготовление Новых номерных знаков Нового типа Она конечно Потребует опять Вложение средств Это новые матрицы Это новые пресса Вот Но будем ждать Ну там Слава богу Эти изменения Не коснутся Большинства транспортных средств Все таки Для легковушек И для грузовиков Знаки прежними Останутся Там мотоциклы анонсированы Да Уменьшится размер Знаков для мотоциклов Да И вид автомобилей Там еще Везенные Да Везенные Из Японии Из США Там квадратные Регистрационные знаки И ретро автомобили Спортивные автомобили Для них новые типы Да Но вы готовы Ну да Конечно Будете соответствовать Да Так Еще одна тема Очень интересная Тоже мы об этом говорили Не так давно В нашей ознакомительной беседе Камеры фото и видеофиксации Да Нарушений Ведь Понятное дело Что когда Камера фиксирует То или иной Проступок водителя Нужно же Чтобы и разметка была И знаки были Чтобы потом доказать Что извините Вы нарушили Вы пересекли И Кировсигнал тоже Да Участвует в этой работе Да Мы участвуем В проектировании Установки данных Системы видеофиксации Но на сегодняшний день Не секрет Что установка Всех запрещающих знаков Так же как и Установка Камер видеофиксации Она достаточно Должна быть Правомерна То есть Любой водитель Может обратиться И сказать Люди стали Подкованные Юридически Да То есть Разрабатывается Проект Не нарушал За рулем Не я сидел И так далее Да Разрабатывается Проект Это делается Нашей организацией Соответственно Где стоит Если устанавливаем Камеру Ну вот в области Мы буквально В прошлом году Отработали В этом году Тоже По моему Выделены Средства По федеральной Программе Тоже будет Отчасти Установка Данного Видового Оборудования Обустраиваем Ее знаками Обустраиваем Соответствующей Разметкой Информируем Водителя Табличкой Что работает Видеофиксация Это сейчас Обязательно Если мы устанавливаем Камеры Согласовываем С владельца Уличной дорожной Сети С ГИБДД И значит Уже Строители Значит Ну Строить мы тоже Строим Единственное Что мы не занимаемся Обслуживанием Данного оборудования Потому что Это В нем Как приоритива Именно Контролирующих Органов Они уже Занимаются Этими вещами Чтобы не было Никакого подвоха Перепрограммирования Или еще чего-то Да Ну и в завершении Несколько слов О планах О перспективах Но я понимаю Что Уверенность есть В завтрашнем дне У компании Кировсигнал Работу будете Продолжать делать Качественно И добросовестно Безусловно Да Конечно Мы Держим Руку на пульсе Это у нас Разработка Новых Собственных Продуктов В области Безопасности Дорожного движения Внедрение На территории Муниципального Образования Город Киров Как я сказал Нашей системой Авиатской системой Осуд Автоматической системой Управления Дорожного движения Также развитие Промышленной базы То есть Новое Приобретение Новой техники Дополнительных Каких-то вещах Чтобы Будем говорить И объемов Брать побольше И Держать руку На пульсе И быть Конкурентоспособными Но в то же время Не забывая о качестве И имиджи предприятия Кировсигнал И в завершении Александр Иванович Координаты Мы находимся На Северном кольце У нас Цех по производству Дорожных знаков Находимся мы Рядом с областным ГИБДД Переулок Энгельс 4 Станция Киров 2 Ждем Вас В гости За номерными Знаками На техосмотр Ну а также Любые вопросы В области Организации Дорожного движения Проконсультируем Подскажем Поможем Спасибо Спасибо Александр Кислохин Руководитель компании Кировсигнал До свидания Всего доброго Крупный план